Бюджет Сочи увеличился на пару миллиардов. Депутаты городского собрания утвердили главный документ на ближайшие три года. По всем вопросам к заместителям главы и без записи. В день Конституции в мэрии Сочи проведут прием граждан. Волонтеров поблагодарили за заботу о волонтерах. Глава Сочи вручил грамоты отличившимся на форуме добровольцев. Сочинцы стали бронзовыми призерами первенства края по баскетболу. А еще наш земляк признан лучшим игроком. Полная автоматизация торгов сделала госзакупки в Краснодарском крае максимально прозрачными. Опытом организации честных тендеров поделились участники Федерального антикоррупционного форума. Он прошел в Краснодаре. Организатор такого диалога поставщиков и госзаказчиков – Общероссийский народный фронт. Основная тематика работы площадок – борьба с картелями и сговорами. Гостей из десятков регионов России поприветствовал губернатор Краснодарского края и председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко. Расследованием коррупционных схем и неэффективных трат общественники занимаются уже не первый год. Так, в рамках проекта «Город Н» активисты проверяют, как в малых поселениях осваивают бюджетные деньги. Данные на бумаге сверяются с реальным результатом. Один из недавних случаев – Дом культуры в отдаленном муниципалитете. Капитальный ремонт здесь должны были завершить еще в сентябре. Мы когда приехали, там был мусор строительный, благоустройство не проведено. Ну, явно объект еще далеко до сдачи, да, хотя он должен быть уже сдан. Соответственно, после нашего приезда, вращения 7 декабря, мы уже сегодня вот, вчера, точнее, посмотрели в средствах массового революции, 7 декабря прошло торжественное открытие этого Дома культуры. Собственно, то, о чем мы и говорим, то, что нам и нужно. В ходе таких инспекций в шести городах России активисты выявили сомнительный госзакупок на 3 миллиарда рублей. А главное, люди, наконец, получили обещанное. Где-то новый детский сад, а где-то поликлинику. Исполнители и госзаказчики лицом к лицу сегодня встретились на федеральном антикоррупционном форуме. В Крае он проводится во второй раз. Участников поприветствовали глава региона и спикер кубанского парламента. Проблемы, которые вы поднимаете, это наши проблемы. И, знаете, лучше эти проблемы решить на стадии занозы, пока они не превратились в нарыв. И где бы она ни была, эта заноза, в кабинетах чиновников, в том числе, если объективно, и в бизнесе, там тоже достаточно такого теневого, сомнительного бизнеса. Здесь должна быть объективность. Общероссийский народный фронт сориентирован на результат. Потому что, как раз, результаты от нас с вами и ждут. И здесь мы абсолютно, я могу смело сказать, с вами союзники. Потому что я тоже, еще раз подчеркиваю, хочу добиться результата. Ведь важно, насколько мы вот эти финансовые наши возможности трансформируем в реальную жизнь. В дороги, освещение, детские сады, школы, дома культуры, поликлиники. Все, что так нужно для жизни. Основным в своей работе законодатель о Кубани видят предупреждение возможных правонарушений путем внесения и оптимизации, внесения необходимых сменений в законодательство и его оптимизации. УНФ имеет очень четкие наработки по программе за честные закупки. И, знаете, может, кого-то это напрягает, нервирует. На мой взгляд, это очень важная тема. В борьбу с нечестными тендерами подключается и прокуратура. Госзакупки не должны превратиться в воровство на конкурсной основе, уверен глава надзорного ведомства края. За два года мы только по закупкам вывели более 9 тысяч различного рода нарушений. 10 из них связаны с коррупциогенным фактором. И возбуждаются десятки дел. Вы знаете, не только по формированию закупок заявок, но и по исполнению, самое главное. Общероссийский народный фронт уделяет особое внимание прозрачности самих тендеров. Выявляя факт коррупции, активисты сразу же направляют обращение в адрес губернатора, а также в правоохранительные органы. Благодаря общественной организации удалось внести ряд поправок в федеральный закон о госзакупках. Председатель Госдумы Вячеслав Володин очень большое внимание уделяет истории, связанной с доведением средств до регионов. Когда мы видим смешные ролики в интернете, как я уже говорил, с асфальтом укладываемым в снег, это не только по вине заказчика происходит, потому что им лимиты доводят поздно, конкурсы по полтора, по два месяца. Поэтому сейчас Вячеслав Володин уже четко поставил задачу, Асилуанов, первый вице-премьер, подтвердил, что все деньги, все лимиты, все росписи, они уже в декабре должны быть, а с 1 января деньги должны быть в регионах, в феврале конкурсы. За последние несколько лет в Краснодарском крае произошла глобальная модернизация контрактной службы. Так, в регионе полностью автоматизировали процесс системы закупок. Как отметил Вениамин Кондратьев, это позволило сделать торги более прозрачными, а значит усложнить работу тем, кто не чист на руку. Кроме этого, увеличилось количество малого и среднего бизнеса в господрядах. Для нас, конечно, важно сегодня максимально сделать работу глав муниципальных образований и органов государственной власти по размещению закупок. В целом, максимально прозрачно это необходимое условие для того, чтобы мы работали на предупреждение, в том числе и коррупционной составляющей. На предупреждение. Чем прозрачнее, тем меньше шансов, чтобы кто-то запустит руку. В том числе и бюджетные деньги. Мы сегодня в крае, я коллегам своим благодарен, сделали полную модернизацию контрактной службы. И вот сегодня у нас автоматизирована полностью система закупок. И для меня принципиально важно, что если в 2015 году доля малого и среднего бизнеса составляла 15%, то уже в 2019 году 32%. Однако стоит помнить, что в госзакупках участвуют две стороны. Искать нарушения только в действиях чиновников неправильно. Ведь результат выполнения заказа зависит и от подрядчиков, которые сами часто срывают сроки и выполняют свою работу некачественно. Надежность поставщиков. Две стороны медали. Главы начинают говорить. Мы боимся уже доверяться, потому что срываются сроки, не осваиваются средства. Вы за это нас бьете. Да, но поставщик, либо подрядчик, вышел на конкурсе. А потом он теряется, исчезает, опускает цену. А потом за эту цену ничего невозможно сделать. И в конечном счете все. Мы не имеем объекта социального, который должны построить. Но на эту тоже нужно проблему. Надо обратить внимание. Коллеги, там все вместе. Можно только по чиновникам, но надо еще раз подчеркиваю, и с другой стороны медали посмотреть. Как защитить, в том числе, если честные прозрачные торги, как защитить результат, чтобы на самом деле построили тот объект, допустим, если мы говорим про подряд, на которые уже предусмотрены деньги, и они перечислены в районы, и они уже все, они уже потенциально должны сработать эти деньги. Девиз масштабного форума «Коррупцию побеждают люди». Однако здесь не стоит забывать, что и порождает ее руками человека. Поэтому любой контроль, особенно общественный, становится важным оружием в борьбе с махинациями. Более 353 миллиардов рублей на улучшение жизни кубанцев. Главный финансовый документ региона утвержден во втором чтении. В законодательном собрании «Край» сегодня состоялась последняя в этом году 29-я сессия. Участие в ней принял и глава Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что год для «Края» был успешным. Экономика работает стабильно, основные отрасли показали хорошие результаты. И теперь важно сохранить набранный темп. Так в следующем году серьезное финансирование получит промышленность «Края». Сегодня в целом рост промышленности в нашем регионе больше, чем в среднем по стране. И отдача тоже. Еще раз подчеркиваю, рабочие места, налоги. Вот что сегодня мы получаем взамен. Ради этого мы инвестируем средства краевого бюджета. Так вот, развитие промышленности у нас в 2018 году было 500 миллионов рублей. В этом полтора миллиарда рублей. А в следующем мы делаем 2 миллиарда рублей. Это краевой фонд. А если с учетом федерального фонда, где 30 на 70, то у нас очень серьезные будут ресурсы для модернизации и развития промышленности «Края». Серьезнейшие финансовые ресурсы. Вот что сегодня нам нужно. Основная задача, чтобы успешные финансовые результаты были отражены в реальной жизни. Высокие показатели отмечены и на федеральном уровне, так как «Край» вошел в тройку лидеров по социально-экономическому развитию. А бюджет Сочи увеличился на пару миллиардов. Сегодня депутаты городского собрания Сочи на очередной сессии утвердили главный документ на 2020 год и плановый период двух последующих. Главный вопрос в повестке – утверждение общей суммы доходов с учетом краевых и федеральных субсидий и расходов. В основу расчетов доходной части бюджета положены прогнозные показатели социально-экономического развития города. С учетом всех поступлений депутаты утвердили повышенную по сравнению с предыдущим годом сумму бюджета. Он сбалансирован и на 2020 год составляет почти 13 миллиардов рублей. Более 75% отведено на решение проблем с нехваткой мест в детских садах и школах и на закрытие других вопросов социально-культурной сферы. Также бюджетные средства были заложены на реализацию 26 муниципальных программ, софинансирование и участие города в краевых и федеральных программах. На сегодняшний день в профильных комитетах продолжается работа по уточнению всех параметров. Второе направление, которое очень важно, это обеспеченность заработной платы и платежи жилищно-коммунальные платежи. Аналогично, все заложено в полном объеме. Вопросы конкретные по конкретным объектам, то касается по 26 программам, по которым мы работаем, они будут обсуждаться в ходе подготовки ко второму чтению. Что касается налоговых и неналоговых доходов бюджета города, то на будущий год, а также прогнозируемый период до 2022 года, они составят в общем объеме более 7 миллиардов рублей. Во время сессии депутаты внесли изменения в бюджет города и на текущий год. Его доходная часть увеличена почти на 35 миллионов рублей. Средства тоже пойдут в основном на соцсферу. В день Конституции в мэрии Сочи проведут прием граждан. 12 декабря с 12 до 20 часов профильные заместители главы курорта будут принимать сочинцев по личным вопросам в здании городской администрации по адресу улица Советская, 26. В этот день прием граждан проводится по всей стране. Прием проводится в порядке живой очереди, и при себе необходимо иметь паспорт. В Краснодарском крае заработают институты наставничества. Практиковать такую помощь трудным подросткам начнут со следующего года. Об этом шла речь на комиссии по делам несовершеннолетних. Она прошла в краевой администрации под председательством заместителя губернатора региона Анны Меньковой. Предполагается, что подросток станет подопечным не просто учителя школы, как сейчас. Под свое крыло несовершеннолетнего возьмет бизнесмен, врач или депутат. Наставником станет успешный человек, лидер мнений. Такой институт, в частности, поспособствует снижению уровня правонарушений среди несовершеннолетних, отмечает куратор соцблока. Однако именно школа должна оставаться тем местом, где о проблемах детей и их семей узнают первыми. Педагоги должны быть в курсе домашней обстановки каждого ребенка, особенно из группы риска. Безусловно, у каждого своя зона ответственности. Всех абсолютно, кто включен в состав комиссии. Но школа была и остается ключевым звеном. Это именно школа должна нам давать первые сигналы и первой реагировать на ситуацию. Почему школа не реагирует на отсутствие ребенка, если он настолько из неблагополучной семьи? Мы с вами должны искать пути и механизмы, которые ситуацию, существующую ситуацию в Краснодарском крае, в России в целом исправят. А то, что нам нужно эту ситуацию исправить, сомнений нет. Ряд муниципалитетов внесли свои предложения по предстоящей работе института наставничества. В первую очередь воспитатели возьмут шефство над самыми трудными подростками. Взрослый не должен быть навязан школой или соцзащитой, а в идеале наставник и замещающий родители – это один человек. И задумывался по поручению губернатора этот институт как дополнительно к тому, что уже мы имеем. То есть мы не отменяем другие формы наставничества, которые есть на уровне образовательной организации, на уровне коллективов. Но здесь возникает совсем другой вообще опыт наставничества. Поэтому хочу еще раз разъяснить, что, конечно, прежде всего мы полагаем, что этими наставниками будут люди из других сфер. Это как бы принципиальная позиция. Главная миссия наставника – своим примером показать подростку, что можно жить по-другому, не совершая правонарушения. При этом все формальности, отчеты и справки останутся в компетенции комиссии по делам несовершеннолетних. Также Анна Менькова дала поручение еще раз в преддверии новогодних праздников устроить сподомовые обходы, проверить отопительные приборы в трудных семьях и отчитаться о состоянии печей до конца недели, а где необходимо помочь решить проблемы с теплом. Для этого привлечь к помощи представителей энергоснабжающих организаций и глав муниципалитетов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 12 декабря в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем 12, 14 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 13. В Красной Поляне ясно. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем 9, 11 градусов выше нуля. В Краснодарском крае пройдут рейды по борьбе с незаконной продажей пиротехники. Торгово-развлекательным центрам, комплексам, рынкам, ярмаркам уделят особое внимание. Рабочие группы с 14 декабря будут проводить рейды по борьбе с несанкционированной продукцией, в том числе продуктами питания, пиротехникой и новогодней атрибутикой. Специалисты проверят, соблюдаются ли санитарные нормы и правила торговли. Пиротехники уделят особое внимание, так как этот товар повышенной опасности. Его продажа возможна только в специальных магазинах. В Краснодарском крае 834 таких торговых точки. Также жителям напомнят правила обращения с пиротехникой. При запуске фейерверка надо быть особенно внимательным. Не нужно делать это в состоянии опьянения. При запуске лучше соблюдать указанную на этикетке дистанцию. С зажженными бенгальскими огнями расстояние до ближайшего человека или предмета должно быть не меньше 50 сантиметров. В Сочи в начале следующего года введут в эксплуатацию 9 долгостроев. Об этом сообщили в мэрии курорта. Многоэтажные дома возводили в соответствии с 214 федеральным законом. Но затем по разным причинам строительство было заморожено. При содействии властей города были найдены инвесторы, которые теперь достраивают высотки. О том, как на курорте решается вопрос с обманутыми дольщиками, узнаем из следующего материала. Самое главное в нашем доме, конечно, это близость моря, театр, набережная, все рядом. Екатерина Рубина не нарадуется на свою квартиру, но признается, понервничать из-за нее пришлось немало. В прошлом году застройщика ЖК «Москва» посадили за мошенничество. Своей работы встали покупатели. Это 700 человек, вложившие в новое жилье не по 1 миллиону рублей. Вместо благоустроенного дома получили бетонную коробку без света, воды и тепла. У нас был создан ТЦН, стал вопрос о достройке, как достраивать дом. Начался поиск инвесторов. С помощью администрации нашли инвестора. Инвестор помог нам сделать внутренние сети электроэнергии для подключения электричества. Тут в марте 2019-го мы его уже подключили. Сделали мы сети водовода, как требовал от нас водоканал. Сейчас наша самая большая проблема – это подключение к центральным сетям водоснабжения и теплосетей. На стадии решения и этот вопрос, говорят в администрации города. В мэрии рассчитывают, что проблема с коммуникациями в ЖК «Москва» должна быть закрыта в начале следующего года. А эту девятиэтажку на улице Санаторной должны были сдать еще в 2018-м. Но при вводе в эксплуатацию оказалось, что дом построен не по проекту, не хватает одного этажа. Застройщик привел всю документацию в порядок и собственники уже получили ключи от своих квартир. Все были очень счастливы, довольны. Мы искренне радовались, поздравляли себя и застройщиков. Застройщик у нас накрыл стол, был праздничный фуршет. Конечно, радости нашей не было предела. Кипит работа и на территории некогда заброшенного жилого комплекса «Фристайл» в микрорайоне «Ареда». Возводить высотки здесь начали 10 лет назад, но потом стройка остановилась, как и на других объектах компании «Вант». Инвестор, которого нашла мэрия курорта, обещает выдать там квартиры 185 дольщикам уже следующим летом. Наша компания взяла по максимуму объектов, с которыми мы можем справиться. Я думаю, что мы понимаем всю ответственность и с задачей справимся, сдадим срок. Среди объектов, которые будет доводить до ума этот застройщик, и жилой комплекс на Теневом переулке. Начать работы здесь планируют уже в следующем году. А на улице Пасечная в доме, который строила и не достроила компания «Ида» новоселье 150 собственников смогут справить уже в начале следующего года. Инженерные сети были не проведены ни внутренние, ни внешние. Не было системы отопления, пожаротушения, системы отведения, дымоудаления. Не были выполнены фасадные работы, внутренняя отделка коридоров, лифтовых холлов, благоустройство территории. Технические условия были все просрочены. За последний год из краевого списка проблемных домов Сочи, а в нем 29 объектов, исключили 12 жилых комплексов. Больше трех тысяч человек уже получили свои долгожданные квадратные метры. Еще в двух долгостроях ключи от квартир хозяева получат до конца года. Остается у нас из этого всего списка 17 объектов, которые у нас переходят на 2020 год, 9 из которых мы планируем ввести в 2020 году. По шести оставшимся у нас заключено инвестсоглашение по достройке. По планам мэрии, в списке проблемных домов в концу 2021 года должны остаться лишь два объекта – инвестиционно непривлекательный долгострой. Один из них компания «Ида» возводила на улице Санаторной. И недострой компании «Сочи Абсолют», расположенный в самом центре курорта на улице Островского. Эту высотку подняли лишь до восьмого этажа, а по проекту должен быть 21. Чтобы достроить этот дом, необходимо несколько миллиардов рублей. Письмо с предложением привлечь эти средства из профильного регионального фонда уже отправлено в администрацию Краснодарского края. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». В Сочи проходят сборы спасателей. 70 специалистов Южного регионального отряда и его филиалов демонстрируют свою десантную подготовку. Первая тренировка была наземна и проходила на скалодроме. Включала в себя как теоретические занятия по технике безопасности при выполнении спусков, так и обязательную проверку всего личного снаряжения. Во второй день спасатели уже работали с борта вертолета, зависшего на высоте в 10 метров. Далее специалисты должны отработать десантирование на ограниченную площадку на вертолетном поле, затем спуски и подъем условно пострадавшего в носилках с помощью бортовой лебедки. Тренировки будут проходить как в условиях горно-лесной местности, так и в акватории моря. Россия не смогут посещать поликлиники без медицинских полисов. Оставлять его дома позволит новый сервис. Его разрабатывают Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд ОМС Московской области. Для получения медпомощи будет достаточно предъявить паспорт. Проверять действующее страхование будут в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени. Использование сервиса не будет обязательным, и каждый регион сам решит задействовать его или нет. В фонде также напомнили, что в ближайшее время для россиян станет доступен цифровой полис, который можно хранить в смартфоне. Но для его внедрения необходимо внести изменения в нормативные акты. Благодарность из рук мэра. Алексей Копайгородский встретился с сочинскими волонтерами и поблагодарил их за помощь в организации форума добровольцев, который проходил на курорте. Форум «Доброволец России» собрал в Сочи более 7 тысяч человек из 120 стран. В дни его проведения волонтеры встречали участников в аэропорту и на вокзалах, помогали ориентироваться в городе, работали переводчиками. Эту большую работу выполняли 400 сочинских волонтеров. Это и студенты, и добровольцы серебряного возраста. Самых активных за чашкой чая в мэрии города собрал Алексей Копайгородский. Я, как глава города, от имени всех жителей, от своей команды, говорю слова благодарности и бескрайнее спасибо за то, что есть люди, которые бескомпромиссно решают все вопросы, все задачи и выезжают на все праздники, невзгоды и разделяете все проблемы нашего города. Самое главное – с улыбкой на лице. В благодарность за отлично проведенную работу мэр Сочи вручил волонтерам дипломы, цветы и подарки. Он отметил, что Сочинский Центр развития волонтерства стал площадкой для развития добровольческого движения не только в городе, но и в крае. Сегодня в это движение в регионе вовлечено более 26 тысяч человек. Сегодня в Сочи отмечали День образования подразделений военной полиции Министерства обороны. На курорте этот праздник совпал и с 75-летним юбилеем военной комендатуры сочинского местного гарнизона. Праздник организовали как раз на территории военной комендатуры. Она расположена на улице Тимирязева. Поздравить военных пришли родные и близкие полицейских, которые проходят службу в этом гарнизоне представителей администрации города. На сотрудниках вашей службы лежат серьезные задачи по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на веренной территории. День и ночь вы стоите на страже мира и покоя наших горожан. В разное время личный состав сочинского гарнизона выполнял боевые задачи в Афганистане, участвовал в двух чеченских компаниях. Сегодня наши бойцы продолжают нести боевое дежурство в Сирийской Арабской Республике и успешно противостоят международному терроризму. Отличившихся бойцов сочинского гарнизона в честь праздника отметили ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации. Военная полиция обеспечивает поддержание правопорядка среди военнослужащих на территории курорта и участвует в обеспечении охраны первых лиц Министерства обороны и правительства страны. В завершении торжественного мероприятия гостям праздника показали элементы боевых приемов и познакомились с передовыми образцами вооружений и военной техники, которыми оснащены подразделения военной полиции в Сочи. Сочинцы стали бронзовыми призерами первенства Краснодарского края по баскетболу. Турнир проводился среди юношей 2008 года рождения. Сильнейшие команды встретились в Славинске на Кубани. 2008 год рождения. Это значит спортсменам 11 лет. Возраст еще, казалось бы, детский, но в зале кипели взрослые страсти. Болели за своих, кричали на соперников, поддерживали удачные атаки и аплодировали точным броскам. Первенство Краснодарского края по баскетболу собрало в Славинске на Кубани команды совсем юных игроков, но уже отлично знающих правила. Нарушения в баскетболе, как правило, называются по количеству секунд. К примеру, 5 секунд – это когда игрок при выполнении вбрасывания не расстается с мячом в течение 5 секунд. 8 секунд – когда команда, владеющая мячом в тыловой зоне, не вывела его вперед за это время. Есть еще 3 секунды, 24, есть аут и пробежка. Все это минус команде, плюс соферникам. По итогу соревнований места распределились так. Шестое место заняла команда Темрюкского района. Строчкой выше расположились спортсмены Усть-Слабинского района. На четвертом месте – Кавказский район, далее тройка лидеров. Бронзу турнира завоевали сочинцы. Серебро отправилось в Анапу, а золотые медали у юных спортсменов Краснодара. Каждый из них увез домой не только награды, но и воспоминания о своем звездном или провальном матче. Мне запомнилась больше игра с Анапой. Когда им вообще не повезло, у них полкоманды не приехало. Мы им сожалеем очень сильно. Мне понравилась сегодняшняя игра с Усть-Слабинском. Потому что играли в свое удовольствие. Просто с Темрюком игра вчерашняя. Мы проиграли, к сожалению, два очка. Говорят, что ошибка тренера, но я считаю, что тренер прекрасно тренирует. Мы просто не собрались и проиграли. Мы усердно тренировались. Я по две тренировки в день тренировался. Отрабатывал комбинации, броски. И вот получили результат. Первое место. Но, несмотря на бронзу в командном зачете, нашим землякам удалось отличиться в личном. Лучшим игрокам краевого первенства признан сочинец Георгий Базаев. У сочинцев осталось три дня, чтобы сдать нормативы ГТО. С 1 января для всех возрастных групп участников начнется новый отчетный период. Это означает, что всем, кто начал выполнять нормативы комплекса в нынешнем году, необходимо успеть сдать недостающие до знака отличия дисциплины. Иначе с 1 января придется проходить все заново. Для Сочи завершающим днем приема нормативов ГТО станет 14 декабря. Пройти тестирование жителям города можно будет в Центральном районе с 10 до 13 часов на стадионе. Первый спортшколы на улице Парковой в Адлерском районе с 13 до 15 часов на стадионе «Юность» и в Лазаревском в спорткомплексе «Лазаревский» с 11 до 13 часов. Полный перечень дисциплин, которые можно будет сдать на каждый из площадок, размещен на нашем сайте fkt.com. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...